Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арза, и сегодня мы начинаем проходить еще одну свежевышедшую модификацию под названием Ермак Пути Несповедимым. Буквально в начале лета, то есть два месяца назад, вышла первая часть этой модификации, которая нам рассказывала про наемника Ермака, как это неудивительно, который выполнял некий заказ в Припяти по поиску 10 ключей, дешифратора. Собственно, после этого заказа он спокойно отправился на свалку для того, чтобы забрать награду, но что-то пошло не так, и что именно нам расскажут в этой модификации. Разопатывает ее один человек, он не обладает какими-то особо большими ресурсами и базой знаний, но модификации получаются на таком достаточно среднем уровне, скажу объективно. Что получилось из этой? Давайте сейчас с вами посмотрим. Нам обещают около трех часов геймплея. В прошлый раз в первой части было около двух часов геймплея, но мы прошли все это за одну серию, потому что из этих двух часов, часа полтора были перестрелки. Как будут здесь? Сейчас увидим. Поехали. Последняя миссия закончена. Осталось только забрать бабки у бармена. Еще чуть-чуть, и я смогу забыть о зоне. Эх, ну вот и свалочка родимая. Я уж ноги в кровь стер, пока до тебя дотобал. Но ничего. Главное, что на депо меня ждет бармен. А у него мой чемоданчик с баблом. Ладно. Нехали им время тратить. Паша Галли. Сразу вижу труп какой-то на мини-карте. Пойдет. Труп. Труп, труп, труп. Ладно. Какой-то сталкер стоит. Может быть с ним получится поговорить. Поговорили. Модификация не имеет возможности выбора типа освещения. Здесь постоянная статика. Но без эффекта, как вы видите, подкрутили. Аномалия выглядит красиво, не поспоришь там. И оружейный пак имеется. Но вот то, что модификация выполнена на платформе чистого неба, для меня все же это спорное решение. Спорное. Я вижу трупы. Много трупов. Похоже... Да... А что здесь произошло? Э, пацаны, что за кипиш? Что вы понимали? Консоль не работает. И сохраняться мы сможем только вот... Собственно, как я сейчас сохранялся через меню главное. Блин, ну это не очень удобно. Словил! Соси свинец! Плохо, на самом деле, очень видно. То есть... Что, нравится? Еще хочешь? Блин, вот мой урод. Блин, какие они неубиваемые, на самом деле. Благо мы тоже. Так, са, сау! Че видно, на самом деле? Не, не люблю стать какой-то из-за этого. Ничего не видно. Причем, что вроде с фонариком. Так, у тебя особо ничего нету. Соси свинец! Так. Ну, как вы понимаете, нашего бармена перебили. И всех сталкеров, которые здесь были. Что, нравится? Еще один готов. Куда ты там стреляешь? Давайте убьем этого. Соси свинец! Перебинтуемся. Мне остался где-то последний. Блин, вообще не понимаю, откуда стреляют. Вот, кстати, аптечка будет полезным. Где ты, братик? Калашников. Да, попал он знатненько. Пинт. И давайте посмотрим, что здесь вообще произошло. Это мы все разряжаем, выкидываем. Состояние он, конечно, не очень, но, благо, патрончиков таких в зоне много, поэтому грех жаловаться. Так, где у нас тут еще трупы? Ящики. Хм. Берем. Это нам все пригодится. Да. Никакого ящика с деньгами, с баблом я не наблюдаю. Самое интересное, что вот этот вот парень, который по нам стрелял, самый первый, так скажем, это вообще сталкер. Блин. Странно. А этот тоже сталкер? Почему так? Хм. Да. Давайте исследуем метку нашу. Так, ну понятно. Здорово, бармен. Большая часть информации не представляет ценности, разве что последняя голосовая запись. Кстати, у него есть Desert Eagle. Хм. Нужен ли он нам? Думаю, вряд ли. Ну и кудой мне спрятать этот чертов дипломат? Надо по кумекать. Эй, эй. Ладно, в ящик на складе запихну и нормально будет. Эй, черти, шо за стрельба? Склад, значит? Ну да. Жалко бармены, конечно. Хороший был мужик. Ну ладно, хер с ним. Главное, чтобы бабосики на месте были. Проверить склад. Это у нас где? Опа, кстати. Еще один труп. Хм. Какая-то аптечка научная, я так понимаю. Хм. Пригодится. Ну, склад, я так понимаю, у нас внизу все-таки. И это вот та дверь. Ага. Так, посмотрим, что тут у нас. Я, видимо, что-то не понимаю. Но ящика тут нет. Кому? Черт возьми, хватило наглости украсть мои бабки. Не, они еще не знают, с кем связались. Ох, ребятки, ребятки, жалко мне вас, конечно. Это же как вам не повезло со мной на конфликт пойти. Ой-ой-ой, ну, ребят, я же вашими кишками местное терье не украшу. Так, значит, куда не могли сбежать с моим чемоданом? Так, ну, на север их никто не пустит. На агропром тоже не вариант. Там долг территорию держать. В чем мы удалили? Не, вряд ли. По-любому на кордон двинулись, суки. Надо с братками на южном посте поговорить. Может, видели кого? А может, даже поймали? Кто знает. Поговорить с братками на южном посте. Возможно, воры пошли на кордон, надо выяснить в местных братков или они кого-нибудь подозрительного. Понимаю, но я хочу заняться поиском артефактов. Ну, или чего-нибудь интересного. Главное, не забывать, сохраняться. Это дело такое. Итак, у нас здесь труп сталкера. Федька хвост. Хм. Интересно, интересно. АК-74У с интегрированным глушителем и увеличенной скорострельностью. Ну, это интересно. Но если от него какой-то толк, я не знаю, по характеристикам он не сильно лучше нашего АКС. Но этого парня явно не было в оригинальной игре. может быть это что-то дозначит. Может быть и нет. Но разработчик запарился и положил сюда что-то интересное, чтобы такой вот истинный сталкер, как я, который любит заглядывать в самые потаенные уголки зоны, нашел здесь что-нибудь для себя интересное. Ну, брат, мог бы коллаж сделать хотя бы чтобы он был в состоянии нового. Тогда бы я бы попользовался. А так? А так вряд ли. Но все-таки с ОКС буду бегать. Кто его знает? Просто у ОКС есть прицел. Единственное, что действительно большое достоинство это то, что у ОКС можно поставить прицел. С прицелом, как вы понимаете, гораздо удобнее бегать. Ладно, побежали на южный блокпост, посмотрим, кто там что и слышал, знает. Наблюдаю я, значит, еще один труп на остановке. И кто это у нас там сидит на крыше? Чистое небо. Хм. Ты по мне стреляешь? Кто ты вообще такой? Соси свинец! С этой стороны не зайдешь? Еще один готов. Да, обыскали, сходили трупы. Кто это такой? Мне очень интересно. Я сейчас обязательно сбегаю, посмотрю. кто это может быть? А туда не залезешь, да? Сеточку поставили? А вот и труп тот самого сталкера. Действительный, Георг Синий сталкер. Ну, в его распоряжении имеется Абакан. Допустим, ладно. Блядь! не убились, но там хорошо. Твинечок нашли с дробовиком в состоянии нового. У нас правда перевес. Вот в чем дело, и, наверное, избавлюсь я вот от этого. калашников вот этот я тоже скину все-таки. Конечно, он трофейный, он классный, но, к сожалению, он нам не особо нужен. Я хотел изобрести в аномалию, посмотреть, может быть, там есть что-то интересное по типу артефактов, но их там не оказалось. Еще какой-то сталкер на стоянке. Хм! С неплохой винтовкой. Горется, как если полазить по миру, то можно найти что-нибудь интересное. Ну, да. Наверное, это даже будет получше, хотя, конечно, он в состоянии нового. Ладно, пока оставим. Тут ничего нет. Ну, и там дальше я тоже ничего не вижу. Главное не попасть в аномалию. Это будет не очень хорошо. Что ж, подходим к ним. Помочь отбиться браткам от сталкеров. Что-таки мы каким-то неправильными вещами занимаемся. О-о-о-о. Горется, все ради выгоды. Калашников. Вот же урок. брать, подойди, поговорим. Здоров, пацаны. Вижу, жарко вас тут на юге. И не говори. Сталкерюги в последнее время наглые стали. Охреневаем просто. Нет, ну это вообще нормально. Нет, блин, подойти по-человечески. На лапу дать. Иди спокойно там гуляй, цветочки нюхать. Не, им, блин, надо сразу стрельбу начинать. Мы ж не звери какие-то. С нами же это самое. И договориться можно. Круто, круто. Вы тут подозрительно никого не видали. С чемоданчиком. С чемоданчиком? Нет, чемоданов не видали вроде. А вот подозрительных видали. Пару часиков назад ходил тут один тип. Мы его сразу заметили. На виду не подали. А он прикинь, решил тихаря прошмыгнуть мимо точки. Но мы с пацанчиками чисто дождались, когда подберется до нас. И как начали палить вокруг. Ты бы видел, как он улепетывал. Орет, пятки сверкают. Мы тут от смеха чуть животики не надорвали. А так вроде больше никого не было. Ясно. Спасибо. Пошел я. Ха, давай, давай. Чисто поклон тебе, братан. Выручу. Если что, проходить будешь через наши посты, ты это, браткам скажи, что ты кореш вульфа. Тя без проблем пропустят. нет, ну, выгрили с бертвями на северном посте. Возможно, воры решили пойти на север в сторону бара сто рентген. Нам это не особо нужно. Диалоги прикольно сделаны. Чисто озвучка, ничего нажимать не нужно. Просто стоишь слушаешь. Мне нравится. И озвучка прикольная, необычная. Классно. Ну, конечно, то, что мы с вами ну, давай, давай, давай. То, что мы с вами помогаем браткам, это странно. Как ты не умер-то? Еще один готов. Обычно во всех модификациях мы играем за хорошую сторону, помогаем сталкерам отбиться от бандитов, ну, а тут мы наемник, и там, в принципе, по барабану. Сталкеры, бандиты, кто это вообще? Все они для нас одинаковы. Нам главное узнать то, что нужно именно нам, а людей нам насрать. Хотя недавно модификация, в которой мы с вами играли, ушедшая душа, доказала нам обратное. в этом мире зоны возможно все, действительно все, что угодно. Да, с дыхалкой у нашего персонажа явные проблемы. Я уже не знаю, что выкидывать. Энергетики помогают, но кратковременно. Что скажете, парни? К тебе подойти? Здорово. Тебе привет, что хотел? Вы тут не видели подозрительных, так сказать, личностей каких-нибудь? Это каких интересно? С чемоданом. видали? Тут ночью два придурка, короче, решили через колючку пробраться в обход нас. Ну, они, прикинь, шумели, как слоны, сука. Ну, мы одного подстрелили, а другой удрал. Тот, которого подстрелили, сейчас у нас, так сказать, в плену, сидит, над поведением своим думает. Мне тут надо допросить его. Ага, конечно, конечно, разбежались, мля, пятер на стол и хоть весь день с ним, кумекарь. Слушай, я тут браткам вашим помог, от сталкеров отбиться, ну, бригаде вульфу, может, это как-то изменит ситуацию? Вульф, говоришь, а хрен с тобой, иди, кумекарь, ты смотри только без глупости, я за тобой оба глаза. Здорово, братам нашим меньшим. Че хотел? А вот тут на депо типы напали какие-то, бар мы накончили, а в придачу еще и чемоданчик мы стырили. Ты не в курсе данной ситуации? Да не врубайся, чем ты? А приклад тебе не поможет врубиться? Эээ, чувак, ты че начинаешь? Нормально же общались. Ну, типа, да, в курсе, но я в нападении не участвовал. Да срать мне на нападение. Чемоданчик мой где? Не знаю. Не, ну тут без приклада не обойтись. Может, не надо? Хотя, может, тебе пристрелить и дело с концом? Не, 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 чувак, стой, не горячись, я, ладно, я, я расскажу. Насчет нападения я не бум-бум. Мне и другану мы ему предложили задание. Чемоданчик этот доставить на дикую территорию? И кто же вас нанял? Не знаю точно, просто сталкер пришел и предложил. Обычная одиночка, ничего особенного. Там нас должны были встретить. И где теперь твой напарень? И его тоже ранило, когда бандюганы стрельбу начали. Он, наверное, сейчас раны залит. Есть у меня предположение, куда он мог пойти. Выкладывай давай. Слушай, наемник, я понимаю, что чемоданчик этот твой. Слушай, поговори с братками, пусть они меня отпустят, Я тебе покажу, где мой напарник. Хм. Такой обмен предлагаешь. давай. Шо, опять? Как-то, да кумекался. Типа того. Мне, короче, этот сталкер нужен. Просто так вы его, понятно, не отпустите. Поэтому, че хочешь за него? Ха, а ты салишь, дай подумать. Давай, короче, артефакт какой-нибудь жирный и забирай своего голубка. Можешь вон за барахолкой пошариться. Там, я думаю, есть. Хотя, не факт. По рукам. Ща пошарю че-нибудь. И нам предложили, чтобы выкупить сталкера, мне нужен артефакт. За барахолкой есть аномалия, возможно, там что-нибудь и имеется. Так, друзья, я думаю, артефакт мы пойдем искать в следующей серии. В целом, что я могу сказать о данной модификации? Неплохо, мне нравится. Сюжет, конечно, банальный, сходи, принеси, но, как это все обставлено и сделано, средний уровень 100%. Как минимум, мне не скучно и не муторно, не напряжно, как вот, например, в той же модификации возвращения шрама, где постоянно то какие-то турели тебя обстреливают читерные, то еще что-то происходит. Короче, очень даже комфортно играть, так скажу. Диалоги. Самое главное, что диалоги обставлены очень корректно. Просто, знаете, я такой человек, который любит русский язык и если в диалогах какие-то ошибки встречаются, я понимаю, что это не критично в рамках модификации на сталкер, но все же мне это не нравится. Здесь сделано все на достаточно хорошем уровне. А где труп? И вот этот вот самый уровень диалогов, он меня всегда подкупал в модификациях на сталкерах, плюс здесь озвучено классно, что, конечно, не может меня не радовать. Попрыгал я тут, но труп так я и не нашел. Здесь стоит какой-то сталкер, очень сильно смахивающий на чисто небовце. Вот она самая аномалия, мутанты. И зона, зона перед нашими глазами. Вот такие вот пироги, друзья, модификации в целом мне нравятся, играть в нее интересно, что самое главное. Ну что же, если вы хотите увидеть как можно раньше продолжение, обязательно напишите комментарий, поставьте лайк. Ну а с вами, как обычно, был Арза. До встречи, сталкеры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!